На, Тихонич, молитесь. Слово, Рожешу и Сущую, Богородицу, Тебе, Леща, Ему, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ины и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божией, молитва ради причистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов, наших хранителей и всех ради святых. Спаси и помилуй, ибо Ты благо человека любит. Аминь. Божья милость, чем будь мне грешному, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешного, яко не коли же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно. Восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешите ли души истинные, и живи здесь, и все исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вные, и очисти мне от всяких скверных. Спаси блаже души наши, Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, ладыко прости беззакония наши. Святой посети, соленемощи наши, а именит по его ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и приисной, во веки веков, аминь Отче наш, иже, если на небесе Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный, дашь нам днесь И остави нам долги наши, як же, и мы оставляем ложняком нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь Отставши от сна, припадаем тебе блажь, ангельскую песню, пеемте сильный Свят, 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 если Божий Богородица и помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Отодраясь на воздвигом, если Господи умой просветили сердце Снемой и отверзивая, ежепетите, святая Троица Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас И ныне, и присно, и во веки веков, аминь Внезапно судья приедет, и кое-го же деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас Господи помилуй Господи помилуй От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица Кому, героя, Твоя благость и долготерпение Не прогнелся на ленивый и грешник Угубил меня, особенно законами моими Но человек олюбствовал, если я обычный И в нечаянии, лежащий гавазигме И в мее сива, ежи утрененький Словоствуйте державу Твою и ныне, Владыка Просвети мои очи мысленные Отверзи мои уста, поучайте со словистем Твоим И разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою И воспевайтеся сердечно Отца и Сына и Святого Духа Ныне и присно, и во веки веков, аминь Приедете, поклонимся, Цареве нашему Богу Приедете, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему Приедете, поклонимся, и припадем К самому Господу, Иисусу Христу Цареве и Богу нашему 106-й, народ 106-й Псалом Аллилуйя Славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милостив Тогда скажут избавленный Господом Которых избавил Он от руки врага И собрал от стран от востока и запада От севера и моря Они блуждали в пустыне по безлюдному пути И не находили населенного города Терпели голод и жажду Душа их истоевала в них Душа их истоевала в них Но воззвали Господу в скорби своей И Он избавил их от бедствия их И повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих Ибо Он насытил душу жаждущую И душу алчищу исполнил благами Они сидели во тьме и тени смертной Окованные скорбью и железом Ибо не покоряли словам Божиим И не брегли о воле Всевышнего Он смирил сердце их работами Они перетнулись и не было помогающего Но воззвали Господу в скорби своей И Он спас их от бедствия их Вывел их из тьмы и тени смертной И расторгнул узы их Да славят Господа за милость Его И за чудные дела Его для сынов человеческих Ибо Он сокрушил врата медные И вереи железные сломил Безрассудные страдали за беззаконные пути свои Из-за неправды своей От всякой пищи отвращалась душа их И они приближались к вратам смерти Но воззвали Господу в скорби своей И Он спас их от бедствия их Послал слово Своё И исцелил их И избавил их от могилы их Да славят Господа за милость Его И за чудные дела Его для сынов человеческих Да приносит Ему жертву хвалы И да возвещает о делах Его с пением Отправляющийся на кораблях в море Произведящий дела на больших водах Видит дела Господа И чудеса Его в пучине Он речёт И восстаёт бурный ветер И высоко поднимает волны свои его Восходят до небес И нисходят до бездны Душа их истоевает в бедствии Они кружатся и шатаются Как пьяные И вся мудрость их исчезает Но воззвали Господу в скорби своей И Он вывел их из бедствия их Он превращает бурю в тишину И волны умолкают И веселятся, что они утихли И Он приводит их к желаемой пристани Да славят Господа за милость Его И за чудные дела Его для сынов человеческих Да превозносит Его в собрание народном И да славят Его в сонми старейшин Он превращает реки в пустыню И источники вод в сушу Землю плодородную, солончатую За нечестие живущих на ней Он превращает пустыню в озеро И землю иссохшую в источники вод И поселяет там алчищих И они строят горы для обитания Засевает поля Насаждают виноградники Которые приносят им обильные плоды Он благословляет их И они весьма размножаются И скота их не умоляют Уменьшились они И упали от угнетения Бедствия и скорби Он изливает бесчестие на князей И оставляет их блуждать в пустыне Где нет путей Бедного же извлекает из бедствия И умножает рот его, как стадо овец Праведники видят сие и радуются А всякое нечестие заграждает уста свои Кто мудр, тот заметит сие И уразумеет милость Господа Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Своему многу любви сошел на землю И воплотився, чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси меня благодатью Твоею Молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня То ты не будешь благодатью и даром Но более делом Ей многие щедротах И неизречены в милости Ибо ты сказал Что верующий в меня жив будет И не увидит смерти во веки Итак Если вера в Тебя Спаса от отчаявшихся То верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дела Доменится мне, Боже мой Потому что совершенно не найти Дело правдущих меня Но это вера Погиб я Погиб я Ибо Ты Бог мой Без лени Усердно Как прежде потрудился Сатане плечающему Особенно же Потружу для Тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне всегда В веки веков Аминь Святой Ангел Поставь нахранить Мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня За него сдержание мое Не дав возможности Узлому демону Починить мне себе Превладание От этого смертного тела Возьми крепко Несчастную И опустившуюся Руку мою И выведи меня На путь спасения О, Святой Ангел Божий Хранитель, Покровитель Беда на душе и тело Прости мне все Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил Прошедшую ночь Защити меня Настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского Чтобы мне Не противить Бога Никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы Он Утвердил меня Страхи Своем И сделал меня Рабом Достойной Своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими святыми Всесильными молитвами Отгонять меня Смиренно Несчастно Раба Твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение Удалися скверные Лукавые И хульные помосы Из-за кояна Моего сердца И помраченного Ума моего И погаси Плоемые страстей Ибо я Бог Несчастен Избавь меня От многих Пагубных Воспоминаний И помыслов И освободи меня От всяких Злодеяний Ибо Тебя Благословляют Все роды И причисто Имя Твое Славится Во веки Вечное Аминь Аминь Молите Бога О нас Святые угодники Божии Игнатий Владимир Ибо мы усердно К вам Прибегаем Скорым Помощникам И молитвенникам О душах Наших Богородица Дева Радуйся Обраданно Мария Господь С Тобою Благословен Ты в женах И благословен Плод Чрево Твоего Яко Родилась И Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Честного Желтворящего Креста Господня Не остави Нас грешных Уповающих На Тя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа Насопротивные Дары И Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помил Отца Мого Духовного Родителей Сродников Благодетель Митрополита Илариона Епископа Евтихи Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священаря Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадима Зосима Алипия Андрея Максима Владимира И Глеба Не дай погибнуть Дьякона Фигения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диодора Митрополита Тихона И весь священниче Скино Щицкий Чин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам Иногда Еще священника Если угодно Тебе Смири Власти Воин Своих Наведяй страх Твой на них И через них Сотвори благое Церкви Своей Дабы Издавали Мудрые Законы И дали Достойно Жить Людям От Тебя От пожара До их Виктора Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алектину Алектину Тебя От пьян Надежда Димитрия 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 Благодарю Димитрия Никогда Агей Молики Семейства Владимир Венами Иосиф Борис И Глеб Молите Бога О нас Дабы Никто Не Принял Начертания Зверя Анти И Христа Анфима Вениамину Дай Веру Саши Родители Заложное Воспитание Детей Молите Бога О нас Святые Отцы Василия Великий Григорий Богослов Ян Глота Ус Афанасий Великий Ифрем Сирин Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнили Ио Сергий Радонский Степан Пермский Серафим Саровский Антабульский Анкрыштад Кен Шанхайский Кирилл Мефодий Накенти Николай Макарий Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Да Сохранит Нас Господь Святой Православной Вере Азам Серетяков Разрушь Господи И разверь И переврати В ничто Молите Бога Нас Святые Жены И Девы Эфекла Первомущенца Патина Самарянина Феврония Вера Надежда Любой Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепитуя Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискила Иакила Андроник Июня Киприяна Аустина Да дарует Господь Послушание И молчание Соломудрия И стыдливой Женам И Девам И сохрани Их от Всяческого Поругания И справ Непокорилась Галина Семейство Евгения Надежды Надежды Святого Мария Людмилы И Иоанна И прими Нашу молитву Воздиания Рух Как жертву Вечернее Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи И соедини Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле Божие Девны Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа И пролитой Им крови За нас Грешных Услыши Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам молиться О них Спаси Их И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Оллилуйя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хотел что-то прояснить И посоветовать Если вы примете Я слышал, что вы с братом Игорем Собираетесь поехать на помощь сестрам В их стоянии Верно Тогда нужно сделать так Чтобы вы туда выехали Именно к началу моления У них во сколько узнать Я думаю, что не раньше восьми И поэтому выехать надо рано Чтобы когда Богослужение начинается Вы тут могли молиться Не позже, никак Прямо заранее С вечера все приготовить И чтобы... Ну, доехать Это же не два километра И ничего Никому Ни одного слова Не говорить Вы только молитесь Что сказать Скажут они С собой набрать эти У меня тут есть Запасные еще Евангелие Держать в руках Евангелие Красное И молиться Кланяться Кланяться на восток Ну, на храм Можно, где храм рядом стоит На храм Потому что там мощи Вот если Думаете Молитесь об этом Других призовите Это дело серьезное Это долгосрочная программа Потому что там засел дьявол Дьявол в лице священника Он через него действует Он никого не слышит Ни архиерея Никого Безумствует И это надо делать Молиться Выпросить и к нему Любовь Борьба идет Не со священником А с дьяволом Который обуял Его ненавистью Не пускает людей В храм Не имея Никакой причины Он духовно Покрыт Страшной проказой Как говорят Жития святы Он незаконно Отлучает людей От причастия Абсолютно беззаконной И это Скажет Вся патриархия До патриарха Когда это узнают Но для чего-то Бог сделал так Что он и Митрополита Перестал слушаться Вот Тут все Что-то сокрытое За этим Что-то там Есть Там может быть Легион засел Дьявола Беса Демона Духов Злобы Надо молиться Никакому Человеку Даже оскорблять Будут Говорить Плевать Бить Не шевелиться Стоять Как гора А они пусть Как бурный ветер Что было сказано Пороку Еремии Это серьезное дело Не просто Сел и поехал А мы здесь объявим Субботу И все будем Молиться На нашем Богослужении Здесь Ты понял меня? Понял Я прошу Хорошо обдумать Или не ездить Или ездить Обдуманно Ты едешь С тем человеком За которым Нужен отзор Если он сорвется Ну За Вопиющую Неправду Все дело Будет испорчено И принесете Только бред С ним Заранее Начни работать Заранее Ни под каким видом Ни слова Никому никак Вот это я Прямо уже Заранее Начинаю Переживать Мне ехать Туда нельзя Ну и все Давай побольше Отделяй Это наше Богослужение Посмотри Там Может быть Вопросов Десять Разберешь Потому что Их много И постепенно Надо идти Сделай только Чтобы видно было Надписи Если можно Я кое-где Буду Какие-то Давать Небольшие Ремарки Комментарии Эти вопросы Задавали мне В школах В техниках Институтах Институтах В университетах В милиции Везде Везде Давали в писанном виде Бумажки Я их выбрасывал Когда все А потом Нашлись люди Которые сказали На них Надо дать ответы И чтобы было Напечатано Не на день И все равно Сохранилось 4124 Это мешок целый Бумажек этих И они находятся На нашем сайте В православном Библейском сайте Во свете Библии Называется так Поехали Вы сказали Сделать Чтобы было Видно Надписи Какие надписи Как видно Где не видно А вот здесь На экране Когда ты сейчас Считаешь Чтобы я за ними Следить мог Вот как сейчас Молились Ты сделал Видно молитвы Так эти вопросы Ответы Чтобы видно было Они мелькнули уже Потому что А что когда-то Было так Что не было Видно было Да мне Желательно Чтобы видно было Вот когда Этого молились Ты молитвы ставил Полукрана Занимали молитвы Вот так и это Потому что Ну Пока я здесь Я могу дать Кое-какие комментарии Потому что Это Сколько лет Назад-то было Ой-ой-ой Давно-давно То что ответ Это я давал Как ли не при коммунистах Еще Я хочу спросить Было ли когда-нибудь Чтобы не было Чтобы вам не было видно Да Я всегда делаю Чтобы было видно Или было Что так не было видно Раз Два Или три У дня было Мне не видно Только вот Как сейчас я разговариваю И так О надписи Не было видно И я все Отошел Да и все Вот как сейчас молились А вот так Именно когда я Когда я вопросы Начитывал Не было видно текста Да Вопросы интересуют А молитвы не интересуют Я их на память знаю То есть я начитывал ответы И не было Было текста На экране Да Да Не было текста Надо было сказать И я не мог участвовать То есть сделать замечание А замечание я могу делать Потому что это мои ответы И вопросы ко мне Это мои Самые ценные материалы Какие у меня есть Все остальное Можно подделать Сделать Снять Все можно Вопросы эти Никому сегодня не ответить Ни одному мудрецу Это Бог сделал так Никакие Осиповы Там Какие выступают Смирнова Они не ответят Ни на один этот вопрос Вот так По слову Божию С указанием Местописания Что говорили Святые отцы Во Вот так вот Вот это так Что говорят Каноны правил И жития святые То есть Четыре фактора Они ни по одному Не ответят Они отговорят От собственного Щерева Отговорят От тети Фроси Ну Давайте Благословляйте Буду начитывать И так говорит Третий том Открытым оком И дальше Кто ответ Дает У тебя Все идет Хорошо Я очень Благодарен Тебе Брат Книга Открытым оком Том Третий Тема Церковь Вопрос 939 Для того Чтобы спасти душу Разве Обязательно Надо быть Членом церкви А если я просто Посещаю Церковь Верую Молюсь Но Не член церкви Какова моя участь В таком случае Будет Вот сейчас Мне В щадрулетки Вот слово в слово Так говорит Человек Почему Потому что Их заставляет Говорить один и тот же дух А то человек Говорит Саудовская Аравия А говорит Вот все точно так же Поехали Отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин Человек Который Находится В лоне Церкви Такой вопрос Никогда Не поставят Потому что Он На корабле Бог Установил Такой порядок А вы говорите А если я не подчинюсь ему То какова моя участь Вы Противник Богу В еврейском Языке Слово Противник Означает Сатана Противитесь Божьему Установлению И сами На себя Навлекаете Скорую Погибель Первое Послание К Колоссянам Первая Глава Двадцать Четвертый Стих Ныне Радуясь Страданиях Моих За вас И Восполняю Недостаток В плоти Моей Скорбей Христовой За тело Его Которая Есть Церковь Любой Орган Тела Глаз Ухо Нос Решил Бы выполнять Свои функции Но Вне Тела Для чего Тогда он Нужен И кому Книга Деяний Вторая Глава Сорок Седьмой Стих Хваля Бога И Находясь В любви У всего Народа Господь Ежедневно Прилагал Спасаемых К Церкви Зачем Их Прилагать К Церкви Если бы Они Были Спасены Вне Церкви Где Вы Будете Причащаться Креститься И принимать Прочие Таинства Таинства А Они Только В церкви Книга Серахова 24 Глава 2 Стих В церкви Всевышнего Она Откроет Уста Свои И Перед Воинством Его Будет Прославлять Себя Серахов 44 14 Народы Будут Рассказывать О их Мудрости А Церковь Будет Возвещать Их Хвалу В Неканонических Книгах Встречаются Только Эти Два Места Со Словом Церковь Книга Пророка Захарии 11 Глава 13 Стих И Сказал Мне Господь Брось Их В Церковное Хранилище Высокая Цена В Какую Они Оценили Меня И Взял Я Тридцать Серебряников И Бросил Их В дом Господень Для Горшечника В Ветхом Завете Встречается Только Один Раз Но С прямой Увязкой К Новозаветным Событиям И Сто Девять Раз В Новом Завете Слово Церковь Означает Собрание В Салом 21 23 Стих Буду Возвещать Имя Твое Братьям Моим Посреди Собрания Восхвалять Тебя Церковь Это Не Только Здание Но Главным Образом Спасенные Души Породненные Через Жертву Иисуса Христа Христос Всех Нас Называет Виноградными Кистями А Себя Виноградной Лазой Если Вы Не Будете В Церкви Вы Будете Как Засохшая Вет Приготовленная К Сожжению Евангелие От Матфея 16 Глава 18 Стих И Я Говорю Тебе Ты Петр И На Сем Камни Я Создам Церковь Мою И Врата Ада Не Одолеют Е Евангелие От Матфея 18 Глава 17 Стих Если же Не Послушает Их Скажи Церкви А Если И Церкви Не Послушает То Да Будет Он Тебе Как Язычник И Мытарь Христос Основал Свою Церковь И Вы В ней Не Хотите Быть Христос Дает Устав Регламентирующий Внутренний Порядок В Церкви Вы Против Вы Просто Сами По Себе Без Христа Книга Деяний 4 Глава 12 Стих Ибо Нет Другого Имени Под Небом Данного Человеком Которым Надлежало Бы Нам Спастись Экклесиаста 4 Глава 10 Стих Ибо Ибо Упадет Один То Другой Поднимет Товарища Своего Но Горе Одному Когда Упадет А Другого Нет Который Поднял Бы Его Книга Деяний 20 Глава 28 Стих Итак Внимайте Себе И Всему Стаду В Котором Дух Святый Поставил Вас Блюстителями Пости Церковь Господа И Бога Которую Он Приобрел Себе Кровью Своею Послание Кремлинам 16 Глава 16 Стих Приветствуйте Друг Друг С Целованием Святым Приветствуют Вас Все Церкви Христовы Вы Не Получаете Ни Приветствия Ни Благословения От Апостолов Вне Церкви Вы Все Еще Милуетесь Своей Свободой 1 Коринфянам 4 Глава 17 Стих Для Сего Я Послал К вам Тимофея Моего Возлюбленного И Верного В Господе Сына Который 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 Напомнит Вам О Путях Моих Во Христе Как Я Учу Везде Во Вся Церкви 1 Коринфянам 14 Глава 12 Стих Так И Вы Ревнуя О Дарах Духовных Старайтесь Обогатиться Ими К Назиданию Церкви 1 Коринфянам 16 Глава 1 Стив При Сборе Для Святых Поступайте Так Как Я Установил В Церквах Галатийских 2 Коринфянам 8 24 Итак Пред Лицем Церкви Дайте Им Доказательства Любви Вашей И Того Что Мы Справедливо Хвалимся Вами 2 Коринфянам 11 Глава 28 Стих Кроме Посторонних Приключений У меня Ежедневное Стечение Людей Забота О Всех Церквах Послание Ефесянам 5 Глава 23 Стих Потому Что Муж Есть Глава Жены Как И Христос Глава Церкви И Он Ж Спаситель Тела Послание Чтобы Чтобы Представить Ее Себе Славную Церковью Не имеющую Пятна Или Порока Или Чего-либо Подобного Но Дабы Она Была Свята И И Непорочна И Никто Никто Никогда Не Имел Ненависти К Своей Плоти Но Питает И Греет Ее Как И Господь Церковь Тайна Сия Велика Я Говорю По Отношению К Христу И К Церкви Книга Откровений 1 Глава 20 Тайна Семи Звезд Которые Ты Видел В Деснице Моей И Семи Золотых Светильников Есть Сия Семь Звезд Суть Ангел И Семи Церквей А Семь Светильников Которые Ты Видел Суть Семь Церквей Церквей Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь», вопрос 941. «Отлучение от церкви и отлучение от причащения – это одно и то же или разные понятия?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нам известно отлучение от общения церковного за явные грехи, такие как блуд, что практиковалось в первоапостольской церкви. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 13 стих. «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Послание к Евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишался благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Апостол Павел повелевает совершенно избавиться от блудника, то есть изгнать его из церкви. Меры же наказания, отлучения от причастия просто могло не быть. Это было введено намного позже. Отлучить от причастия может священник согласно установленных канонов эпитимий, а от церкви отлучает только синод. Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь». Вопрос 980. «Поступила записка, написанная не мне, а отцу Михаилу Капранову. Видно, что это его почитательница. Отец Михаил, я слушал два раза по радио выступления Игнатия Тихоновича, и каждый раз он заканчивает свое выступление критикой на православную церковь, что в храме идет торговля, а этого он говорит делать нельзя. А как же тогда нам быть? Где свечи покупать, иконки, книжечки? Он говорил, что в церкви всех отпевают подряд и рэкетиров, и что так нельзя делать. А где же их отпевать тогда? Они же все крещеные. А может они перед смертью покаялись? И постоянно говорит, что у нас крещение в церкви преподается неправильно, и что нужно сначала людей научить вере, а потом крестить. И только в три полных погружения. И говорит о других недостатках, что нет проповеди в церкви. Зачем об этом напоминать несколько раз? Неприятно слушать эту критику. Что он хочет этим сказать? Объясните, пожалуйста, эти его доводы. Ваша слушательница, посещая ваши курсы уже пять лет. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. За пять лет можно кончить университет. А на эти вопросы уже сами бы нашли ответ в Библии через один месяц занятий на наших курсах. Действительно, как мне сказали бывшие почитатели отца Михаила, там кухонный уровень преподавания. Из года в год одно и то же. Через какое плечо свечки подавать, да символ веры. По всем этим вопросам есть наши материалы в книге «К истинному крещению». Мне очень интересно было бы послушать, как на эту записку ответил бы отец Михаил, если бы перед ним поставили два непременных условия. Первое. Не поминать мое имя вообще и никак, забыть, что я существую. И второе. Отвечать только на основании Библии. Отец Михаил поплыл бы еще на берегу, не спустившись на море Священного Писания. Кратко. Торгашей Бог бил, значит будет бить и вас с отцом Михаилом и очень крепко. Не позже, чем после вашей смерти. Что можно сказать об отбивании, если в самом чине говорится о рабах Божиих? Вы слово «раб» и «враг» можете отличить? Прихожанка с пятилетним стажем. Скольких родственников таких бегалак обольстил отец Михаил за всю жизнь, обещая им Царство Небесное? А о крещении сам отец Михаил крещен ли в полное погружение? Согласно 50 апостольского правила, он должен давно быть лишен сана. И был бы он уже просто ваш сосед, дядя Миша. И этими выступлениями я хочу сказать, что истина не умерла. «И Бог напоминает вам, беззаконникам, что Слово Его живо и действенно». Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно». «И острее всякого меча воюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь», вопрос 1036. «Сравнивая два учения, протестантское и православное, приходишь к выводу, что православие далеко ушло от той церкви первых веков и изменилось до неузнаваемости. А ведь нам дан один ориентир – Евангелие. Что мы скажем Господу? Где мы?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это действительно все так. И слыша такой ответ, протестанты радуются, какие они правильные и как хорошо, что они отошли от православия. Мы-то признаем это, что у нас такие изменения во внешнем служении, а они-то за собой ничего не видят и не признают никакой вины. Ездра молился Богу, говоря, что у нас хотя бы единицы спасаются, а у окружающих народов ни одного. Точно так же можем сказать и мы по отношению к протестантам. Да, наш корабль облеплен ракушками, ход такого корабля замедляется, у нас много мусора на корабле случается, что и матросы пьют и приводят на корабль блудных женщин. Но протестантизм это не корабль, а самая большая отдельная доска, выпавшая с корабля. Вне церкви нет спасения. Смотри нашу книгу «Открытым оком», второй том, беседы с тиктантами, раздел о церкви. На корабле мы боремся за чистоту, можем уволить негодных матросов, выбрасываем мусор, пытаемся очистить наружное днище, но у них-то вообще получается ничего нет. У нас есть поприще и перспектива, и как видите, мы признаем свое отступление и плачем об этом, и скорбим. А у сектантов, протестантов, веритиков вообще нет ни малейшего осознания той беды разделения, какой они учинили. Их родоначальники, Дафан, Аверон и Корей, Число 16 глава Сошли живьем в ад Псалом 48, 14 стих Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними отобряют мнение их. Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1163, тема «Церковь» Огорчает раздробленность верующих на множество разных церквей, их дикая нетерпимость друг к другу. Но есть же главная точка соприкосновения, это вера в Иисуса Христа как Спасителя. Не пришло ли время лозунга «Верующие в Иисуса Христа, объединяйтесь, ведь эта раздробленность верующих во Христа только на руку сатаны», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Оттого, что мы каждому юридику или православному дадим такой лозунг, мозги их не изменятся, не отшлифуются, и голова так и останется квадратной. Объединяет нас только Дух Святой на основании смирения перед Словом Божьим, перед святыми канонами. Вы говорите, что главная вера в Иисуса Христа. Какого Иисуса Христа? Того, каким мы его знаем, единого во Святой Троице или как тварное существо у ариан и у эгоистов. Во времена земной жизни Иоанна Богослова количество церквей, ересей, было небольшим, и для определения истинности достаточно было только одного пункта. 1 Иоанна 4, 2. Духа Божия и Духа Заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о Котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. 2 Иоанна 1, 7. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Он не говорит ни о перстосложении, ни об иконах, ни о поставлении епископов предпосредствием мирских властей, сергианства, ни об объединении всех в одной экуменизм, ни о двух волях и двух естествах во Христе, потому что тогда ничего этого не было известно и не вызывало споров. Мы можем сегодня говорить об объединении не только на основании вышеуказанных стихов евангелиста Иоанна, но на основании книги правил, канонов, вселенских и поместных соборов и святых отцов. В противном случае любое объединение как раз и будет на руку сатаны. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 15 стих. Какое согласие между Христом и Велиаром или какое соучастие верного с неверным? Сегодня перед тем, как поставить в руководителей или епископы какого-либо человека, тщательно проверяют не на лояльность, а на абсолютную безоговорочную преданность и послушание своему вышестоящему руководству, так, чтобы вновь поставленный епископ на поставленный ему вопрос, что сегодня важнее, каноны соборов или постановление нашего Синода мог мгновенно ответить, конечно, постановление Синода. Избирают сегодня, протирая на самом мелком сите всех, даже у самых широкоформатных, самых нетерпимых к любому инакомыслящему. Пример. У нас в России две старообрядческие иерархии, белокринитская и новозыпковская. У них все одинаковое. И книги, и перстосложения, и ненависть к никонианам. Ничего не препятствует их объединению. Они ничем не отличаются друг от друга, ни одной запятой. Но по нетерпимости, по ненависти друг к другу, они более непримиримы, чем белые и красные. И каждый из нас держится за свое, притом совершенно неподкрепляемое священным писанием. Если бы католики сегодня отказались от претензий Папы на владычество, от его непогрешимости, разговор об объединении перешел бы в стадию исполнения. Если бы московская патриархия сегодня бы предала анафеме сергианство и декларацию 1927 года и вышла бы из укоминиизма, объединение с РПЦЗ стало бы возможным уже в этом году. Выше указанные препятствия у католиков и у московской патриархии. Разве это догмат веры? Почему же так крепко держится за это? Если это не из Писания и не от Бога, тогда от кого? И те, кто защищает то, что не от Бога, кто они? И кто те, кто подчиняется таким всем руководителям во всем, не сверяясь со Словом Божьим? Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь». Вопрос 1182. «Как вы думаете, почему у церкви нет настоящих нищих, а стоят запившиеся бомжи, курящие и матерящиеся, и им подают?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почему они не стоят возле кинотеатра, возле редакции, милиции? Очевидно, только потому, что им там никто ничего не подаст. И более того, могут их прогнать и забрать. Значит, возле церкви они стоят потому, что в церковь приходят те, кто ничего не знает из Писания и душою своей не чувствуют, что делают злое дело, подкармливая тунеядцев, живущих паразитически. Иначе сказать, прихожане церкви это самые глупые люди во всем городе. А ответственность за все это падает на священников, которые не научили свою пасту правильно подавать милостыню. Книга Серахова, 27 глава, 9 стих. Птицы слетаются к подобным себе и истинно обращаются к тем, которые упражняются в ней. Мне лучше бы всю жизнь ради сухого хлеба дробить булыжники или дрова колоть, чем по земле бродить с такой уж жаждой неба так мучиться своим призванием Господь. Слова в душе моей рождаются, как стоны, а не огонь и кровь моих открытых ран. Заика Моисей, я стражду без Аарона, который бы тобой мне был в подмогу дан. Так дар чудесный твой мне стал проклятием сущим, вплоть слово облеклось, но пеплом стала плоть. Пошли мне верного апостола Господь, чтоб темный лепет мой он объяснил живущим. Польша Юлиан Тувим, 1894-1953 годы. В вечерний час ты хочешь лечь? Постой, что за день сделал, ты ответь сначала. Мир каждый миг меняет облик свой, врасплох тебя бы утро не застало. Хоть только капля в море, песнь моя, она должна греметь грозою века и сжечь его коросту, ведь я творю грядущий облик человека. Чехословакия, Ондра, Лысогорский, родился в 1905 году. И согревается лучами солнца все, что землей рождается твоей и даже древний блеск твоих церквей все продано за звонкие червонцы. Испания, Антония Мачадо, 1875-1939 год. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1248, тема «Церковь». Почему долгое время в православной церкви был синодальный период, и именно в 1917 году он закончился? Повредило ли церкви то время, когда не было патриарха? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Повредило и очень сильно, когда не было патриарха, но еще более повредило, когда встал патриарх. Дело в том, что ни патриарха, ни синод Христос не учреждал. И нужно сказать, придумали далеко не сразу, и вот по какой причине. Как апогей властолюбия римский папа. Ни с чем не сравниваемая гордыня, не подобающая человеческой плоти и духу величия, и патриархи, и папы пекутся о церковной структуре, о которой Христос не сказал ни слова, ни полслова. Это тоже все придумали люди. Что из этого получается? Вот пример. Суздальский архимандрит Валентин Русанцев присоединился к РПЦЗ. Трудится в абсолютно не в ангельском духе, но в православном. Открытие храмов, строительство, монастыри, купола, мощи, иконы таких ценят всюду. Посвящают его в епископы, но в чем-то он не покоряется Синоду РПЦЗ. Его запрещают в служении, желая в приказном порядке все-таки подчинить его себе, потому что он как Гитлер, как сказал о нем митрополит Виталий, не чувствуя за собой вины, продолжая делать все, что положено его Сану. Его лишают Сана по бумажке. Не было над ним ни очного суда, ни свидетелей. Теоретически предполагалось, что он умягчится сердцем, покорится архиереям и его снова примут. Но не тут-то было. Он продолжает уже рукополагать в епископы. Одновременно с этим лишает его Сана Архимандрита, с которым он ушел в РПЦЗ и Московская Патриархия. Все это очень подозрительно и крайне вредно. Потеряно более ста приходов сразу. Какой же военачальник позволил бы себе во время битвы более пятых, шестых войск оттолкнуть от себя и оголить весь фронт в самой его сердцевине? Рукоположенные им епископы нарекают его архиепископом, а затем возводят в митрополиты. Ничего не мешает стать ему и патриархом, если на это решились древнеправославные старообрядцы. Сейчас в РПЦЗ происходит самый настоящий раскол. Так ничему и не научившись, но имея по другой соответствующие каноны, они вновь поступают точно так же, но уже с епископом Варнавой, который вместе с митрополитом Виталием успел рукоположить несколько епископов. Образовалось самое правое непримиримое крыло, не идущее ни на какой компромисс с МП. считаю все действия абсолютно ненужными и вредными, хотя по букве канонически верными. Не следовало этого делать, пусть каждый трудится, где он может и желает. Ни Валентин, ни Варнава, ни эритики, они православные и люди, которые с ними все православные. Кому выгодны эти отлучения? А если бы не было Синода или Патриарха, то ни Валентин, ни Валентина, ни Варнавы никто бы не запрещал и не отлучал. О них нужно только молиться и просить на них благословения, чтобы они были с нами в мире. Тем более у Валентина такие большие искушения, да защитит его Господь Бог и помилует, а на врагов его прольет милость и утишит их гнев. К тому, о чем я говорю, уже никогда не вернутся. Но считаю, что не нужны ни Патриарх и ни Синод. Как говорил Иоанн Златоуст, никого так не боюсь, как епископов. Если епископы не сумели до конца погубить, разрушить церковь, то дьяволу это будет явно не по силам. Радуйтесь, земля предстала новой купели, догорели синие метели, и земля потеряла жало. В мужичьих яслях яслях родилось пламя к миру всего мира. Новый Назарет пред вами. Уже славят пастыри его утро, свет за горами. Не познать тебе фавора, не услышать тайный зов, отуманенного взора на устах твоих покров. Все упряме, все напрасне, ловит рот твой темноту. Нет, не дашь ты правды в яслях твоему сказать Христу. Но знайте, спящая глубоко, звезда Востока, она загорелась, не погасить ее ироду кровью младенцев. Кто-то учит нас и просит постигать и мерить. Не губить пришли мы в мире, а любить и верить. Сергей Есенин. Книга «Открытым оком». Том четвертый тема «Церковь». Вопрос 1280-й В каких странах кроме России есть еще православие? Если спасаются только православные люди, то выходит, что ни один немец, итальянец, поляк и так далее не спасутся и в царстве небесном будут почти одни русские, отличает Игнатий Тихонович Лапкин. Согласно канону в церкви вне христианства, вне православия нет спасения. Под словом «христианство» понимается вера во Христа как спасителя. Христианами были все еретики Арии, Нестори, Евтихи и другие, против которых боролись все вселенские соборы, боролись за утверждение православия. Слово «православие» включалось изначально только правильное почитание Троицы и ее правильное прославление «слава Отцу и Сыну и Святому Духу». То есть Бог един, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Они равны друг другу безначальны, бесконечны и равнопоклоняемы. Это отражено в неке о цареградском символе веры. Все остальное, что сегодня присуще только православным, пришло позже. И настаивать на этом мы решительно не можем. Есть несколько мест Писания, которым соответствуют и неправославные в нашем сегодняшнем понимании. Евангелие от Иоанна 3.18 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна 3.36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 1.18 Иоанна 5.13 «Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Деяние 4.12 «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». 1.Иоанна 1.7 «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Православие исповедуется на всех континентах земного шара. Соотношение православных и католиков примерно 1 к 4. Мы можем рассуждать об отдельных заблуждениях и ересях, какие есть в католицизме, но у них есть законно рукоположенные священники и таинства. Говорить о конечной участи, о спасении может только Бог, потому что ключи от ада находятся в руках Сына Божия. И Он не доверил никому их Он не доверил никому даже Петру. Книга Откровений 1 глава 18 стих «И живы и был мертв и сев жив во веки веков Аминь. Имею ключи ада и смерти». Среди православных есть люди всех национальностей и даже эфиопы. О том, что небо почти славянское, в этих словах есть смысл. Когда коммунисты, большевики расстреливали людей, то многие из казненных ими обращались с покаянной молитвой к Богу. Историки и исследователи находят, что в эпоху гонений первых христиан до императора Константина Великого было умучено 470 тысяч человек. Теперь сравните ее с цифрой 66 миллионов. А всего коммунистическое безумие уничтожило 110 миллионов, считая и другие страны. Если предположить, что спасался только один из десяти, то и тогда из десяти спасенных на небе девять православных. Конечно, это всего лишь наше человеческое предположение, так как говорим о сокрытом, но предположить так мы имеем основания. Второзаконие 29 29 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Бедный друг истомил тебя путь, темен узор и венок твой измят, ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел догорая закат, где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя, смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все кружась исчезает во мгле неподвижно лишь солнце любви. Владимир Сергеевич Соловьев 1853-1900 годы. Отдохнем сегодня, Игнать Тихонович, пока, все на сегодня. Ну у тебя время будет, ты продолжай идти вперед, никого не спрашивай, включай вот так вот, тут загудит, я могу тоже быть рядом, пока есть возможность, мы многое-многое упустили уже относительно этого, Вячеслав начал читать, для Слова Божьего нет ус, и говорит, очень тяжело читать, прям засыпаю, я говорю, оставь, не читай, читай вопросы и ответы, вопросы и ответы, это самое высшее, что здесь есть. Ни на один вопрос, вот как отвечаю здесь, ни один священник не ответит, даже если и знает, из страха. На это дело Господь избрал меня, у которого ничего нету. Вот ответ. Вот ответ. С Богом! С Богом! С Богом! С Богом! Спаси Христос! Слава Иисусу Христу! Слава Христу! Я ухожу в щату рулетку. Слава Христу! Да. а